Здравствуйте, друзья! Это Посиделки с Александром Великим, главным фанатом Бионикл на Ютубе. Буквально несколько часов назад в одном из интернет-магазинов появились официальные изображения наборов Marvel первого полугодия 2025 года, и у меня так от них пригорело, что я решил записать подкаст. От последнего набора Marvel по месте Люди Икс у меня бомбило так сильно, что новостной выпуск для подписчиков Бусти и ВК Пончика получился самым длинным за всю историю. И в нем на основе сливов нескольких наборов 2025 года я говорил, что у меня будет бомбить еще сильнее. Но они оказались еще хуже, чем я думал, поэтому я уже не мог не записать Посиделки. Первый набор это мех Железного Человека против Альтрона. Приятно, что леговцы продолжают класть фигурку противника в эти мехи. Также приятно, что Альтрон вернулся. Это его первая комиксная версия, если не считать Mighty Micros. Самый большой плюс у этого набора, разумеется, мини-фигурки. Третье поколение шлемов Железного Человека мне не нравится. Они слишком большие, у них странная форма. А еще леговцы плохо умеют печатать на круглых деталях, из-за чего рисунок может съезжать. Такая себе лотерея. А вот Альтрон очень хорошо получился. Если бы у меня не было его киношной версии, я бы очень серьезно раздумывал о том, чтобы купить этот набор ради Альтрона. Также в этом наборе мне нравится, что леговцы перекрасили в золотой эти ужасно переоцененные детали, с помощью которых леговцы теперь собирают мехов. На эту тему я уже бомбил выпуски со сравнениями Дракона 2005 года и Дракона 2022 года. У меня есть мех Воителя и второй мех Таноса, который в следующем году я собираюсь обозреть. Поэтому новый мех Железного Человека есть желание прикупить, так как он будет очень хорошо с ними сочетаться. Но мне не нравится, как леговцы попытались отойти в нем от стандартной формулы. У этих мехов довольно низкая подвижность. Вся подвижность заключается в шарнире в плечах и изгибах в пальцах. Что леговцы сделали? Они убрали пальцы с одной из ладоней. Причем это было бы в какой-то степени оправдано, если бы это была какая-то супер вундервафля. Но нет, это две стандартные пулялки, которых у Воителя три штуки. У прошлого меха Железного Человека одна штука была. А еще их просто дают в руки минифигуркам. Выстрел у Альтрона выглядит солиднее, чем эта пулялка. Согласитесь, что из такой пушки хочется стрелять с вытянутой руки. Но ее нельзя вытянуть, потому что нет подвижности в локтях. Так что не знаю, не знаю. Леговцы поставили меня в сложное положение с этим набором, так что скорее всего я его пропущу. Но это был лучший набор линейки. Как вам такое? Следующий мех, мех Человека-паука, четвертый по счету и самый скучный из всех. Прошлые варианты были один хуже другого, но в этом вообще не за что глазу зацепиться. Пропорции мне совершенно не нравятся, Человеку-пауку не идут крохотные ножки, белый в цветовой гамме неуместен, мех выглядит как какой-то спортивный костюм, нигде нет рисунка паутины, при том, что есть повторяющиеся детали, на которые можно было бы потратиться. В посиделках со сравнением мешан-фигурок разных производителей я возмущался тому, что у Marvel Legends некоторые пауки могут пускать паутину только с одной руки. Кто бы мог подумать, что в Лего будет то же самое? А теперь я хочу побомбить от новой детали паутины. Это уже третья паутина в форме купола за последние несколько лет, и я не понимаю, зачем леговцам столько разновидностей. Если вам нужна была деталь выстрела, у вас была замечательная деталь в 2016 году. Замечательная, и причем она выходила только в четырех наборах, и только в белом цвете. Ужасно не хватает этой детали в черном цвете для Венома, ужасно не хватает. Та деталь была тонкой, легкой и выглядела как выстрел паутины. А вот это... Макароны! Какой кошмар! Паутина Человека-паука тонкая! Минифигурка Человека-паука, разумеется, без двухцветных ног и без рисунка на ногах, потому что зачем? Вторая минифигурка — это новый для Лего персонаж, антивеном, и он выглядит смехотворно. Прежде всего, мне кажется, леговцы зря сделали его белым. Идеально ему бы подошел очень светло-серый, который использовался в Лего в середине нулевых. Фанатам Бионико он известен как основной цвет тока. Но, по моему мнению, даже просто светло-серый был бы лучше, чем белый. Нужно было делать антивенома светло-серым, а белым подчеркивать мускулатуру. Также ему необходим рисунок на руках и рисунок на ногах, иначе это просто белая минифигурка. Лицо совершенно не получилось. Абсолютно не передает то, каким изображали персонажа. В качестве аксессуара у него перекрашенная травинка, и в принципе это неплохая деталь. Но антивеном, как и обычный веном, страдает от того, что в виде минифигурки он одного размера с Человеком-пауком. У антивенома нечеловеческие пропорции. В идеале леговцы должны использовать для веномов формат минифигурок, как у Аксла из Рыцарей Некса, у Кожеголового и Острозуба из Черепашек-Ниндзя. Но, разумеется, леговцы так делать не будут, потому что зачем надо? Массу венома они традиционно наращивали с помощью щупалец за спиной. Антивенома, конечно, изображают с щупальцами, но они не очень большие. Но мне кажется, гораздо важнее было показать шипастость антивенома. У леговцев есть несколько деталей шипастых наплечников, один из которых нужно было дать антивеному. С антивеномом у меня есть своя история. Когда в 2017 году я начал увлекаться Marvel Legends, я прочесывал магазины своего города в поисках того, что есть на полочках. И чаще всего мне попадался антивеном. Персонаж мне нравится, у меня в детстве был выпуск комикса, в котором он появился. Поэтому я всерьез подумывал купить фигурку Marvel Legends, тем более, что она так часто попадалась. Но мне не понравилось, что его пропорции не соответствовали комиксу. Что уж говорить про эту минифигурку. Следующий набор про стимотану и машина Венома. Леговцы помимо коллекции мехов делают коллекцию машин. И я эти наборы очень и очень не люблю. Ну нету Человека-паука машины, нету Венома машины. Железный Человек, пожалуйста, тоже бред, но все-таки какой-то небольшой смысл есть. Но машина Венома! Веном в этом наборе крадет сейф в стиле Форсажа 5. И у меня такой вопрос. Зачем Веному золото? Веном, как злодей, всегда был сконцентрирован на месте Человека-пауку. Этим он и страшен, что Человек-паук с ним встречался не когда Веном грабил банк, а когда Веном атаковал его близких. Кстати, если вы помните, у меня уже был подкаст про новинки Марвел. Я их тоже разносил в пух и прах. Выпуск актуальности совершенно не потерял. Обязательно посмотрите его по ссылке в углу экрана или в описании. Одной из моих претензий к серии было постоянное переиспользование фигурок. Бесконечные Веномы, Бесконечные Пауки Гвен, Бесконечные Карнажи и так далее. У меня вопрос к леговцам. В 2024 году вышел мех Венома. Третий. Как это не странно звучит. То есть в 2025 набор с Веномом еще будет на прилавках. Зачем нужен еще один набор с Веномом? Почему нельзя выпустить ящера, которого еще не было? Почему нельзя выпустить комиксного шокера? Почему нельзя выпустить комиксного носорога? Почему в конце концов нельзя выпустить симбиотов из Фонда Жизни? Они благодаря фильмам, какими бы ужасными эти фильмы не были, вышли на более высокую ступень узнаваемости. Почему это всегда Веном? И почему это всегда Веном Эдди Брока? В Лего ни разу не выпускался Веном Мака Гаргана, Скорпиона. Причем эта линейка была бы идеальным поводом для его выпуска, так как в соседнем наборе есть антивеном, который и появился как реакция организма Эдди Брока на взаимодействие с Маком Гарганом. Ну еще там был Мистер Негатив, но Мистера Негатива Легофсы не выпускали. Почему это всегда должен быть один и тот же Веном? Единственное светлое яркое пятно в этом наборе мини-фигурка Женщины-паук Джулии Карпентер. Ей даже дали двухцветные ноги. Не многие персонажи удостаиваются такой чести. Пусть это изображение вас не обманывает, у мини-фигурки будут не такие яркие цвета, так как Легофсы не умеют печатать светлое на темном, но мне все равно кажется, что мини-фигурка будет очень красивой, и из всей линейки этих наборов я очень хочу ее приобрести. В этом наборе есть еще одна деталь, буквально одна деталь, от которой я хочу пробомбиться, но я сделаю это в связи со следующим набором. Набор по мультфильму Паутина Вселенных очень вовремя, молодцы Легофсы. Кстати, в начале месяца посмотрел фильм Субстанция, офигенный фильм, получил огромное удовольствие от просмотра, настоятельно рекомендую. Итак, что же мне не нравится в этом наборе? Гвен Халтура. На глазах у нее должен быть эффект распыления, на ногах должны быть кеды, также должны быть прорисованы рукава. В этом наборе две детали Паутины, потрясающая Макаронина, а также более новый стиль нити. Эта деталь полностью пластиковая, без тканевого элемента, как прошлая нить, и так как на картинке, ее можно согнуть только руками. Как только вы ее отпустите, она распрямится. Это первый недостаток. А вот теперь недостаток, который я анонсировал еще в связи с прошлым набором. Деталь, которую держат минифигурки, снова прозрачная. Легофсы, вы перекрасили эту деталь в белый цвет. У людей-пауков, которые стреляют белой паутиной, эта деталь должна быть белого цвета. Она у вас есть. Почему вы ее не используете? Я-то думал, что эпоха, не подходящая по цвету деталей в руках у людей-пауков, закончилась. Но нет! Почему вы продолжаете класть прозрачную деталь вместо белой? Почему, легофсы, в чем сложность? Почему у вас бюджета не хватает на деталь, которая у вас уже есть? В этом наборе два светлых пятна. Минифигурка пятна, а также новая деталь, которая по сути является тем же переходником, но с клипсой вместо рукоятки. Крепитесь, друзья, оставшиеся два набора, одни из худших за всю историю этой серии. Первый логотип Marvel. Во-первых, очередной потрясающий набор, состоящий из букв. Обожаю такие наборы. Наверняка великолепно украшают любой интерьер. Но леговцам было этого мало, и они зачем-то добавили мстителей в формате черта из табакерки. Какая безвкусица. Я не представляю человека, который поставит набор в таком виде на полку и будет наслаждаться визуалом. Почему нельзя было сделать отдельную подставку для минифигурок? Почему нельзя было предусмотреть какое-то интересное крепление для минифигурок сверху логотипа? Почему бы не крепить минифигурки к буквам? В слове Marvel как раз столько букв, чтобы вместить всех членов оригинального состава Мстителей из фильма. Если вы не заметили сразу, вы должны были заметить сейчас, что в этом наборе нет соколиного глаза. Да, зачем? Он особой роли не играл, он никому не нравится, и можно не считать его оригинальным Мстителем. Также мне не нравится, что Халк выпущен в виде минифигурки. Вы бы могли показать его в процессе трансформации зеленеющего Брюса Бэннера, но это просто Халк в неправильном масштабе. Все как вы любите, Лиговцы. Молодцы. Последний набор это полнейшая катастрофа. Абсолютная трата места для набора в этой линейке. Я обожаю прозрачные подставки, и мне очень нравится, что в последнее время стали выходить наборы, которые подразумевают не плей, а дисплей. Казалось бы, это один из таких наборов, я должен его любить, но он ужасен. Я очень жалею, что не купил прошлую битву в аэропорту. Она во всем, абсолютно во всем превосходит новую версию. Мне очень и очень нравится, как в старом наборе выполнен Человек-муравей. Когда он увеличивается, его пропорции не меняются. Поэтому в наборе Лиговцы показали его как увеличенную минифигурку. А здесь они воткнули эти ужасные конструируемые фигурки. При том, что Человек-муравей из киновселенной уже выходил в таком формате. И он также выглядел убого. Но Лиговцам настолько понравилось, что обязательно нужно было повторить. А какой Квинджет? В старом наборе был маленький Квинджет. Мне это не нравилось. Но здесь это издевательство? Это хуже, чем Левиафаны из наборов По Мстителям. Крошечный Квинджет! Какой ужас! Такой размер мог бы сработать только как игра с перспективой. Или если бы это был набор 4+. Пустая трата деталей. Дизайнеры совершенно не понимают, что делать. Кто купит этот набор и будет доволен таким Квинджетом? Но самый сок набора это минифигурки. Они отвратительны. Капитан Америка. Просто синие ноги. Ладно, пойдет. Железный Человек. Хуже прошлой версии из-за нового шлема. Человек-паук. Двухцветные ноги. Потрясающе. Но у прошлой версии по гражданской войне был рисунок на ногах. Я очень рад, что у меня есть хотя бы второй набор, посвященный битве в аэропорту. Там, кстати, использовалась та же деталь выстрела паутины, про которую я рассказывал раньше. Та версия проигрывает новый только в том, что это был прототипный костюм Человека-паука, который, как всем известно, они переработали. Но в целом, за счет рисунка на ногах, старая версия выигрывает. Сокол. Мы еще к нему вернемся. Алая ведьма. Как так получилось, что у прошлой версии мини-фигурки есть пол и плаща, а у этой нет. Халтура высшей степени. Образ персонажа не завершен. Черная вдова. По крайней мере, у нее лицо не такое же, как у Алой ведьмы. Черная пантера. Ему в виде мини-фигурки никогда рисунка на ногах не дают. Тут ничего нового. Байки. А вот теперь возвращаемся к Соколу и Черной вдове. Присмотритесь, у трех мини-фигурок одинаковые ноги. У меня нет слов, леговцы, что вы творите? Как такое можно было одобрить на каком-либо из этапов производства набора? Ну а теперь самая мякотка. У Байки нет рисунка на металлической руке. Поверьте, набор можно разносить и дальше. У Алой Ведьмы снова магия неправильного цвета. У Железного Человека есть эффект выстрела, но он расположен не по центру. Нет воителей, нет мини-фигурки Человека-муравья, нет нано-фигурки Человека-муравья, нет Вижена, нет Соколиного Глаза. Какой стыд! Такие наборы выпускать нельзя. Оставляйте комментарии, подписывайтесь, ссылки на предыдущие и следующие выпуски подкаста вы видите на экране. До новых встреч!